Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. При этом у семьи две квартиры в собственности и около десятка земельных участков, площадью более тысячи квадратных метров каждой. А депутат Денис Ерохин, который предыдущие два года декларировал самые низкие суммы в Гордуме, в 2020 году заработал более 4,5 миллионов рублей. Программа Экономика. Кировские депутаты предлагают поднять штрафы для продавцов алкоголя. Продлив время торговли спиртным в Кировской области на 2 часа в сутки, депутаты создали еще и рабочую группу по изменению антиалкогольного законодательства. Юрий Терешков и Владимир Яговкин, которые инициировали разрешить продажу спиртного с 8 утра, предлагают теперь увеличить штрафы для продавцов, которые торгуют в магазинах собственным алкоголем. Вместо 1,5-2 тысяч рублей их предлагают поднять до 30-50 тысяч. Предложение уже направлено в Советы законодателей России, сообщает пресс-служба ОЗС. Экономика на 101 ФМ. Треть кировчан отчиталась о доходах за прошлый год. 11,5 тысяч деклараций получили в налоговой инспекции Кирова от тех, кто обязан их представить. Сделать это нужно до 30 апреля, а уплатить налог до 15 июля. В общей сложности в городе обязаны представить декларацию до конца апреля примерно 30 тысяч человек. Это ИП, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой. Граждане, которые получили доходы от продажи имущества, которое было у них в собственности меньше минимального срока. Люди, получившие доходы за границей. Если декларацию не подать, ФНС начислит сумму налога сама. Экономика. И в завершении о курсах валют. Официальный доллар сегодня 77 рублей 39 копеек. Евро стоит 92,16. Ольга Белезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.